В эфире проект «Один актуальный вопрос». Каждый день мы выходим на улицы города Кишинева, чтобы задать важные вопросы нашим зрителям. Сегодняшний вопрос звучит так. Кому открыты двери в премарию? Любой человек имеет право заходить в премарию по любому вопросу. Вот так. Он же в Кишиневе ничего не делает. Ничего абсолютно не делает. Чем он занимается? Дороги плохие. По телевизору все время дороги плохие, цены повышаются. Вот это на коммунальные услуги. Что это такое? Отрицательные, естественно. Почему? Потому что граждане не имеют полное право встречаться с своими премарами. По любому вопросу обращаться в премарию. Так что я считаю, что это не то, что незаконно. Просто безобразие. Против, конечно, что это такое, что КФГБ какое-то или еще какое-то заведение такое. Куда любой человек, я должен свободно проходить, а не ждать, когда ее пригласят. Вот куда человек обратиться, например, почему ЖКТХ так плохо работает. В премарии, наверное. Вот непонятно. Свет повысили, например, а некому обратиться. ЖК пришел, а там говорят, иди к Финосу. А почему туда не прийти и сказать, почему там не разберутся как. Поэтому я считаю, что это не должно так быть. Отрицательно. Ну а почему не должны? По-моему, выбирали люди в премиере, допустим, наше правление. А почему их не должны пускать? С их проблемами, с их вопросами. Я считаю, что должны пускать. Это несправедливо. Плохо. Почему? Потому что свобода слова должна быть всего этого. А что же запрещать, закрывать людям рты? Вот я так считаю. Это неправильно. Рабочий класс, люди любого ранга имеют право заходить. Для чего премария? Это не частная, это не квартира. Это не частная собственность. Люди должны заходить. Я видела эти передачи. Это неправильно. Кто такое дал право?